Новости региона, как обычно, в полдень на телеканале Правда Севера. С вами Валентина Скворцова. Здравствуйте. Сегодня в Архангельске, по данным Севгидромета, ледоход на северной двине придет в столицу Поморья уже к этим выходным. Сейчас голова ледохода находится в Верхнетоемском районе. Вниз по течению практически повсеместно наблюдаются подвижки льда. На акватории порта Архангельск продолжаются ледокольные работы по взлому льда в рукавах дельты. А Туристко-информационный центр Архангельской области подобрал для жителей и гостей областного центра несколько живописных точек в Архангельске, откуда лучше всего наблюдать ледоход. Это два моста Краснофлотский и Железнодорожный. Пристань яхт-клуба на улице Логинова, речная остановка Соломбола на улице Маяковского. И переправа 14 и 23 лесозавода. Сегодня в Архангельске городские депутаты собрались на очередную сессию. На повестке дня 15 вопросов. Один из основных – отчет о работе администрации города за 2016 год. Успел ли Игорь Гузиш отчитаться, как приняли доклад избранники, расскажет Артемий Заварзин. Он работает на сессии Гордумы. Артемий, добрый день. Рассказывайте, что у вас происходит. Валентина, приветствую. Обычно сессия Городской думы начинается с рассмотрения бюджетных вопросов. Но сегодня первым в повестке значится отчет главы Архангельска о результатах работы в 2016 году. Игорь Гузиш коснулся всех аспектов жизни города, как социальных, так и экономических. Рассказывал, конечно, об исполнении бюджета. В минувшем году доходы составили 7,9 миллиарда рублей. Исполнение доходной статьи на 101,2%. Расходы 8,2 миллиарда рублей. Игорь Гузиш отметил, что расходы городской казны увеличились в 2016 году. Также глава Архангельска говорила об исполнении приоритетных городских программ, в том числе и по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья. В 2016 году был сдан и введен эксплуатацию один дом на Московском проспекте. Еще 5 социальных новостроек были построены в 2016 году, но введены в эксплуатацию уже в начале 2017 года. Также Игорь Гузиш отметил, что построено помимо социального жилья еще 87 жилых домов. Выдано более 100 разрешений на строительство жилых объектов. Рассказал глава Архангельска и об исполнении программы Архангельска 2020 или программы развития города как областного центра. В рамках этого документа были проведены работы по благоустройству городских территорий, создание комфортной городской среды. Это и сквер Коковина, и сквер Грачева, и благоустройство Петровского сквера, и также еще несколько объектов. Говорил глава Архангельска и о дорожном ремонте. В 2016 году удалось провести обновление автоплата на нескольких оживленных городских магистралях, в том числе и проспекте Ломоносова, и улицы Роза-Люксембург, и набежные Северные Двины. Также дороги в Северном округе, Соломбале, и округе Майская горка, и Варавин-Фактория. Глава Архангельска остановился и на таком моменте, как исполнение обязательств города по выплате зарплат бюджетникам, в том числе учителям, педагогам, воспитателям детских садов. Заработная плата увеличилась. И также глава Архангельска поделился своими планами на 2017 год. Ну, самый главный, наверное, приоритет, это уже продолжать начатое и не останавливать темпов развития. Также сегодня на сессии будет рассмотрен ряд имущественных вопросов, вопросов градостроительного характера, будут приняты изменения в положении городской контрольно-счетной палати, и внесение изменений в правила застройки и землепользования. Итак, сессия Городской Думы продолжает свою работу. Все подробности в 16 часов на канале ПС. Валентина, тебе слово. Артемий, спасибо за такой подробный отчет. Мы продолжаем. Проект «Комфортная городская среда в столице региона» поможет уже в этом году преобразовать главную пешеходную улицу Архангельска Чубара-Волчинского. Решение о том, что войдет в проект реконструкции, принимается с учетом мнения горожан. Единственная пешеходная улица Архангельска уже стопроцентно получит финансирование в этом году на преображение. И все благодаря национальному проекту «ЖКХ и городская среда». Дизайнерские скамейки, кустарники, новая плитка – так видят реконструкцию Чумбаровки жители города и чиновники. Но, конечно, это не окончательный вариант. Обсуждение сейчас проходит на разных площадках, в том числе и на общественных слушаниях. Деятельное участие принимает и Архангельское областное собрание депутатов. Есть предложение, допустим, фасад, кстати, разумные фасады домов, поменять, допустим, скамейки, какие-то детские площадки. Я думаю, это предложение жителей будет учтено, и мэрия разработает грамотный, нужный, самое главное, и обсужденный вместе с жителями проект, который будет пользоваться спросом. «Мы прислушиваемся к ним и вносим, собственно, изменения, да. И таких изменений еще будет достаточно, я уверен. Собственно, то, что было презентовано, это как предпроектное предложение, да, которое подлежит дальнейшей детализации, уточнению». Предложения от архангелогородцев принимаются в режиме онлайн на сайте администрации Архангельска. И, конечно, мнение жителей областного центра мониторят областные депутаты. В центре Котласа закрыт подпольный игровой клуб. С начала года это третья успешная операция Котласского подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции. Неприметное одноэтажное здание в центре города опустело после спецоперации АБЭП, когда оперативные сотрудники обнаружили здесь 31 игровой автомат и выручку 10,5 тысяч рублей. «По данному факту у нас есть результаты прийти на суд деятельности, которые будут предоставлены уже следователем следственного комитета, последствия, в которых их находятся. Ну, я думаю, что последствующие будут возбуждены уголовное дело, расследование направлено в суд». С начала года это третья успешная операция Котласского АБЭП по пресечению незаконной игровой деятельности. Первые две были проведены в Коряжме. Во всех случаях в подпольных клубах использовались игровые автоматы старого образца. Оперативники отследили участников преступной схемы, включая организаторов. «Они все знают, что, в принципе, эта деятельность незаконна, и поэтому пытаются это скрыть. То есть, если мы не проведем, ну, соответствующие прийти на своем предприятии, то есть, когда, по-моему, стучатся к ним, пытаться у них дверь там открыть, то есть, они все выключают, приходят, ну, и законы, люди сидим, мы пьем здесь чай, кофе, а игровые аппараты, они стоят здесь просто хранятся. То есть, хранение их не запрещено». В прошлом году по такой же схеме в Коряжме был раскрыт покерный клуб с несколькими столами и рулеткой. Расследование в рамках уголовного дела сейчас подходит к концу. По предварительным данным, на скамье подсудимых могут оказаться 8 фигурантов. К этому часу все. О том, как изменится информационная картина дня в регионе, расскажем в 16 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова